Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Национальный день памяти жертв терроризма. Армянская идентичность Дерсин. Тапанима Арцаха, Дадиванг или Хутаванг. Институт омбудсмена Азербайджана занят оправданием преступных действий в Вакуу против Арцаха. После землетрясения в Западной Армении более 800 тысяч зданий признаны непригодными. Нас становится мало, нужно сохранить деревню. Староста села Вагафы. День рождения Егеша Чаренца. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 11 марта 2023 года во французском городе Антип-Жуан-Лепен в рамках Национального дня памяти жертв терракта состоялась церемония, на которой присутствовали мэр господин Жан Леонетти, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, председатель Аннакас Национальной ассоциации армянских ветеранов и единомышленников Вреш Абрамян и вице-президент Аннакас Лидия Маркусян. После приезда представителей власти и военной церемонии почеты были зачитаны показания молодого студента, в которых говорилось о террористическом акте, жертвой которого стала любимая. После церемонии была воздана дань уважения памяти усопших, во время которой присутствующие минуты молчания почтили память погибших, возожгли лебеньки, прозвучал звон колокол. Западная Армения отдает дань уважения также памяти жертв турецко-азербайджанского терроризма. Армянская идентичность Дерсим. Продолжающаяся дискуссия вокруг идентичности раскололась на подавленную Аллавитаревиту общину, одной из основ которой является лозунг «Будем вместе, будем сильными, будем жить». Существует как минимум четыре противоположных точки зрения. Апологеты радикального турецкого национализма, такие как Калачоглу, стремятся доказать, что Аллавиты Дерсима – курды-туркмены. Представители армянского патриархата в лице архиепископа Арама Атейшана заявляют, что они армяне, сменившие религию. Для курдских националистов дерсимцы являются частью курдской нации, которая борется за свою независимость и право на автономию. Есть также течение Зазаян. Как отмечает в своей статье госпожа Харатян, которая приписывает дерсимским Аллавитам этнические и национальные особенности, ни один из тезисов недостаточен для точного изучения истории Дерсима. На протяжении веков Дерсим был метизной территорией, где возникло выселение Аллави-Ареви, являющееся оригинальным синтезом различных этнических происхождений – армяне, иранские дайламиты, курды и туркмены. Дадыванг расположен в селе Дадыванг шаумянского района на склоне горы Дадыван на левом берегу реки Тартар. Согласно легенде, церковь была основана в I веке последователем Фаддея, одного из апостолов Христа, который проповедовал христианство в этот период Армении. В ходе раскопок, проведенных в 2007 году, под алтарем одной из церквей монастырского комплекса были найдены мощи святого апостола Даде. В исторических записях церковь впервые упоминается Махетаром Гошем, который некоторое время жил и работал в Дадыванг. Первые строения монастырского комплекса были построены в IX веке. В XII веке комплекс был сожжен захватчиком сельджуков, восстановлен более двух десятилетий спустя. Комплекс включает две церкви, две часовни, монастырские кельи, письменный дом, трапезную, гостевой дом и другие строения. Главная церковь монастыря Католики построена в 1214 году. На территории прилегающей Католики находится однонефтная церковь XIII века и притвор. К сожалению, в последнее время Национальный правозащитный институт Азербайджана в лице Сабины Алиевой занят оправданием преступных действий Азербайджана против Арцаха, которые привели к гуманитарной катастрофе в Арцахе и невинным смертям, вместо того, чтобы оставаться приверженным подлинной миссией защиты прав человека и осуждения их массовых нарушений. Об этом говорится в заявлении защитника прав человека Арцаха Геама Степаняна. Следуя логике пропагандистской машины правительства Азербайджана, Сабина Алиева преднамеренно распространяет дезинформацию и делает необоснованные заявления о предполагаемой переброске оружия, боеприпасов, другой военной техники, включая мины, топливо и войска из Армении в Арцах без предоставления достоверных фактов. Такая ложь активно используется в качестве предлога или подготовки почвы для новых военных атак на Арцах в будущем. Сабина Алиева не сказала ни слова о трехмесячной незаконной блокаде 120 тысяч арцахцев, в том числе 30 тысяч детей, организованные правительством Азербайджана. Несмотря на призывы ряда авторитетных международных, межправительственных и общественных организаций, государственных и негосударственных субъектов разблокировать жизненный путь Арцаха, Азербайджан продолжает бесстыдно и открыто отрицать факт гуманитарного кризиса. Обращаю внимание международных организаций также на деятельность уполномоченного по правам человека Азербайджана, которая далека от защиты прав человека и используется для оправдания нарушений основных прав человека. Западная Армения, выступая на различных международных площадках, в качестве поборника защиты прав человека строго осуждает действия Азербайджана-агрессора, которые привели к грубейшим нарушения прав человека и гуманитарному кризису. После землетрясения, произошедшего в Западной Армении 6 февраля, более 800 тысяч зданий выведены из эксплуатации. Об этом сообщает Панорама АЭМ. Специалисты завершили оценку ущерба в пяти провинциях из одиннадцати. По итогам оценки здания, вывод такой. Разрушены находятся на грани разрушения или в средней степени разрушенности более 800 тысяч строений. Ранее стало известно, что число жертв землетрясений достигло 48 тысяч. Постоянный представитель программы развития ООН в оккупированной Западной Армении Луиза Уинтон заявила, экономический ущерб от землетрясений в начале февраля в Западной Армении превысит 100 тысяч миллиардов долларов. Относительно ситуации, возникшей после землетрясения, староста армянского села Багофлы Западной Армении Перчкарту сообщил, особенно во время последнего третьего землетрясения наши дома были разрушены. В селе 35 домов, 130 жителей. Сразу после землетрясения около 30 человек были доставлены в Константинополь на автобусе, отправленном патриархом Машаляном. 20 человек отправились в Александретту, к своим близким. У большинства проблемы с психикой. Отсутствие палаток очень усложнило жизнь. Позже выяснилось, что церковь полностью разрушена. На данный момент у нас около 25 палаток, где мы и ночуем. Помощь приходит отовсюду. Огромное спасибо благотворителям. Остальное мы ожидаем от государства. Как будут восстановлены разрушенные дома при финансовой поддержке государства или другими способами. Мы должны сделать все, чтобы люди не покидали нашу деревню. Прежде всего нужно решить проблему жилья. Население села сократилось до 120 человек. Прилагаем все усилия, ищем решения для сохранения армянского села. Просим у каждого помочь сохранить деревню. Западная Армения призывает все армянство объединиться и содействует населенному армянами селу Вагофлы. Егешет Чаренц родился 13 марта 1987 года в городе Карс, Западной Армении. В 1908 году Чаренц поступил в гимназию Карса, где в школьном армонахе Гарун были опубликованы его стихи. В 1914 году в Карсе вышел в свет сборник стихов писателя под псевдонимом Чаренц. Три песни печально бледной девушки. Национальная освободительная борьба и Первая мировая война ставит точку на юношеской мечте Егешет Чаренца. Чаренц записывается волонтером и присоединяется к бойцам, спешащим освободить Западную Армению от захватчиков. В те годы он создает одно из своих лучших произведений «Дантова легенда», в котором описывает ужасы войны начала XX века. В 1915 году Егешет Чаренц переезжает в Москву, чтобы продолжить учебу в университете Шанявского. В 1919 году возвращается в Ириван, начиная преподавать в школе. В этом году в Тифлизе выходит гениальная поэма «Неистовые толпы». В июле-августе 1936 года начинаются аресты армянской интеллигенции. В сентябре Егешет Чаренца подвергают домашнему аресту по обвинению в терроризме и национализме. Книжные магазины аннулируют его книги, издания новых прекращаются. Начинается давление на семью. Через некоторое время гениального поэта арестовывают и предъявляют сфабрикованные обвинения в антисоветской деятельности. 27 ноября 1937 года Чаренц скончался в больнице одной из ереванских тюрем. Уважаемые соотечественники, телевидение «Западная Армения» не занимается саморекламой. Руководство «Западная Армения», оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выразить ваши интересные предложения. Помимо того, чтобы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что «Вестерн Армения ТВ» не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы – сила! И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok